Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение сегодня высказывает руководитель Кировского регионального отделения партии «Гражданская платформа» Михаил Шевелев. Михаил, добрый день. Света, добрый день. Миша, скажи, зачем ты подключил телеграм? Я подключил телеграм. Ты сейчас мне хвастался. Я скажу нашим слушателям, что не успел зайти в студию и сразу стал рассказывать, что я подключил телеграм. Расскажи. Это не реклама от мессенджера. Давай, по порядку. Я люблю все новое, все интересное. Для меня телеграм – это действительно открытие последних двух-трех недель. Вчера очень, как-то сказать, неаккуратно нажал одну ссылку. Не помню, какой там бут. За ночь получил примерно тысячу непрочитных сообщений. То есть ребята сформировали площадку, на которой одновременно обмениваются и продавцы, и покупатели услуг по созданию ботов. Для меня это, ну, такие, как бы, набор слов, но я теоретически понимаю, что это некие информационные носители, которые готовы в мир выплескивать свою точку зрения, скажем так. Да, достаточно, я так понимаю, защищенно, достаточно конфиденциально. Ну, а с другой стороны, достаточно профессионально и недорого с точки зрения продвижения. Так вот, на этой площадке одновременно люди встретились, вот, 700 непрочитанных сообщений, да, наверное, больше на самом деле. Вот. И настолько просто, выпукло, с учетом современных возможностей, просто нажав на ссылку, я могу получить информацию про продавца, про покупателя, что он хочет, как с ним связаться. На мой взгляд, это, ну, колоссально абсолютно вещь с точки зрения, ну, современного маркетинга, с точки зрения цены, качества. Так, ты оценил, ты увидел всю эту кучу, значит, сообщений. Да. Я же не думаю, что ты нажимал на эти все 700. Нет, нет, конечно. Ты сказал, ого, нифига себе, извините за выражение, они-то сделали, да, такую штуку. Но зачем ты, зачем ты это зашел-то туда? Да, я нашел очень простую вещь, потому что узнал, что современные, ну, скажем так, СМИ, они трансформировались, ушли в сети сначала, да, в социальные сети. А сейчас в Телеграме существует там ряд, я не знаю, как правильно, ботов, да, ников, которые... Телеграм-каналов. Телеграм-каналов, вот, правильно, я еще не до конца глоссарий освоил. Не продвинутые пользователи. Не продвинутые, на самом деле, пользователи. Давай честно скажем, на одном из наших ресурсов, интернет-ресурсов, я имею в виду, кировских, на наблюдателя, да, был составлен рейтинг, был составлен Телеграм-каналов, которые пишут о Кирове, о кировских делах, о кировской политике и прочее. И это тебя подвинуло освоить ресурс. И еще плюсом меня интересует, естественно, федеральная повестка, да, то есть я зашел на федеральную повестку, то есть есть тоже ряд Телеграм-каналов, которые очень известны на федеральном уровне. В первую очередь это, конечно, общественно-политические каналы, которые достаточно, ну, я бы так сказал, зубасты, чего мы давно не наблюдаем там в СМИ, в печатных СМИ, в интернет даже СМИ. Потому что, ну, видимо, в силу той жизни, которую мы проживаем сейчас, все весенние обострения влились и в то, что в Телеграм-каналах действительно, ну, такая информация не просто инсайдерская, а информация зачастую аналитическая, которая просто подается под неким новым углом, да, ну, под новым наблюдением, которое заставляет слушателя или там читателя думающего, ну, включить собственные мозги и, собственно говоря, проанализировать, что происходит. Я тут про один такой канал спрашивала Сергея Павловича Мамаева, который приходил к нам в понедельник, тоже в особое мнение. Его слушатель призывал сознаться, что Телеграм-канал «Кировский шептун» — это его произведение. Сергей Павлович не сознался. Но он так не сознался, я видел этот ролик, где-то записан в нарезке был, что, ну, все так подумали, а может быть, действительно это так. Ну, то есть это еще одна история, которую используют сейчас. Для чего? Это предвыборные кампании или это просто такой вот тренд, который и с выборами тоже не угаснет? Ну, не будем скрывать то, что я связан с аналитикой, так или иначе, да, то есть я... Ну бы иначе тебя сюда не звали. Вот, но мы в журнале «Товар, деньги, товар» всегда этим занимаемся и занимались. И на самом деле я чувствую, если пять лет назад, когда я стал владельцем журнала, запрос был практически минимален. Ну, мы писали не то, что сами для себя, но у нас были там 500 читателей, которого мы практически знали в лицо. То нас читают и, собственно, там имели обратную связь. То на сегодняшний день запрос на аналитику, он увеличился. Запрос вот на эти медленные связи, где интересно не просто там кто-то где-то разбился, кто-то где-то там что-то, какую-то там кислоту пролил, где-то кто-то там какая-то авария случилась там и так далее. А интересно именно, ну, складывать, что ли, 2 плюс 2 и складывать нескладываемое для того, чтобы сформировать собственную картину мира. То есть мы этим занимались всегда. И здесь мы увидели действительно одно из тех воплощений, когда происходит там взгляд на события немножко под другой точкой зрения. Это всегда интересно. Ну, для меня, как человека, ну, я надеюсь, думающего или там пытающегося себя считать, то есть это просто интересно. Плюс язык, стиль изложения, они, ну, достаточно комфортны и просты. Ну, надо сказать, что давай вот эту тему тогда с телеграм-каналами кировскими, вятскими и прочее, которые выражают другую точку зрения или являются каналами слива там инсайдерских новостей, как ты говоришь. Чтобы ее закрыть, надо сказать, что на них подписчиков-то очень немного. Немного. Совсем. По пальцам одной руки у некоторых пересчитать. Ну, это меня тоже на сегодняшний день не смущает. Потому что я изначально, когда попадал в СМИ, ну, как это правильно, так и есть, я попал в СМИ, скажем, всю жизнь занимался экономикой, аудитом, налогами. И потом вот я вот как-то стал причастен в СМИ. Евгений Михайлович Дрогов до сих пор меня зовет стать членом Союза журналистов, а я как-то в себе внутри не могу найти той уверенности, что я действительно имею отношение к журналистике. Хотя и тексты пишу, и аналитикой занимаюсь, на самом деле. Тем не менее, это количество подписчиков не должно никого вводить в заблуждение. Потому что, как правило, это те лидеры общественного мнения, которые, прочитав, его с кем-то обсуждают. Насколько серьезен? Я поняла тебя. То есть, они являются распространителями собственной информации, которая идет через телеграм-каналы. Насколько серьезно мы можем рассматривать телеграм-каналы, как инструмент политической борьбы сейчас предвыборных каналов? Я думаю, что вполне серьезно. А ты видишь прямо четко вот среди этих всяких там, кто там есть? Кировский Шептун, Вятский губернатор, я не знаю, кто там еще там есть. Я тоже не буду как бы там перечислять. Ты видишь, что конкретно они выполняют чей-то заказ, например? Честно говоря, там есть позиция. То есть, есть позиция политическая. То есть, есть позиция, условно говоря, оппозиции к действующим. Позиция может быть, знаешь, какая там взвешенная какая-то позиция. Это то, а это все. А есть позиция, которая льет воду всегда на одну мельницу? Нет. Нет, тут нету литья воды на одну мельницу. Это скорее позиция, которой и мы придерживаемся в том плане, что есть наблюдения, после которых можно сделать определенные выводы. И они, как правило, они могут носить и конструктивный характер, они, как правило, ну, человек, который руководит чем-то, должен обращать на них внимание. Потому что эта критика, она... Правильно я тебя понимаю, ты сейчас призываешь руководителей нашего региона, администрации и так далее, следить за телеграм-каналами. Я думаю, да. Ты знаешь, что Игорь Владимирович Васильев сказал, что он, кроме новостей, Яндекс не смотрит ни на какое поле информационное. Я очень сожалею. Это очень большой минут для нашего региона, если это действительно так. Это он говорил пару месяцев еще назад, может быть, сейчас ситуация изменилась. И второе, все-таки, ты мне так и не ответил. Являются ли эти каналы каналами утечки инсайдерской информации из правительства, ОЗС и прочего? То, что они обладают инсайдерской информацией, однозначно. То есть кое-что ты вылавливаешь там? То есть она есть, она подается, она достаточно серьезно и очень качественно подается. Сейчас мы прервемся буквально на полминуты, и после чего снова в студии это особое мнение Михаила Шевелева. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение сегодня высказывает руководитель Кировского регионального отделения партии «Гражданская платформа» Михаил Шевелев. Про мусор. Отличная тема. Хочу тебя спросить. Ты же ходишь по улицам нашего города. Конечно. Вот. И ты видишь все, что происходит сейчас на улицах. Каждый год вообще-то. Каждый день ты это наблюдаешь. Каждый год каждый день. Сегодня наш оптимистичный ведущий Владимир Сметанин сказал, что я увидел сегодня уже вот эти вот тракторы, которые, знаешь, метут. Вот это вот метут. И он живописно просто картинку нарисовал, что вот как вздымаются эти брызги грязи, перемешиваются с воздухом и падают, разбиваясь озим. Понимаешь? Ну, красиво это было. И я подумала, что скоро станет тепло совсем, и грязевые потоки подсохнут, а вот эти штучки на колесиках с щеточками, все будет так весело проезжать, и у нас возникнут что? Пыльные бури, как в прошлом году. Как каждый год. Как каждый год. Мне кажется, что настало время, когда серьезные системные решения, которые принимает городская администрация, в корне изменят ситуацию. А тебе, как кажется? Так, так, еще раз. То есть решение городской администрации в корне изменит ситуацию. Ты еще хуже будешь, что ли? Миш, я смотрю на нашу новостную ленту на сайте хакирова.ру, и я вижу каждый день в ней новости, которые содержат заявления руководителя городской администрации, что немедленно, сейчас же, расчистить улицы, чтобы не было черноты, вывести весь снег, до этого было очистить все крыши и прочее. Но про настилы он ничего не говорил про тротуары. В последнее время, да? Приписывают. Кто их делает, мы не знаем. Ну, все подхватывают. Он говорит, чтобы очистить. Понятно. И что нам нужно ответить по этому вопросу? Куда мы катимся, скажи, пожалуйста. Вот это можно назвать системной работой? Или ты говоришь, как всегда. Это работа в один день. Вот сегодня прогозили кулаком, постучали, отчитали. Давайте так. Вечером подсмахнул. А то, что заявления администрации, ну, они должны быть. Я вот к ним отношусь как к некому аутотренингу. Ну, то есть вот нужно... Это ключевое слово, Миша, аутотренинг. Аутотренинг. Тебе не кажется, что сотрудники администрации тоже уже впали вот в этот аутотренинг? Они ничего не могут. А что они могут? Давайте вот так порассуждаю. Есть у нас организации, которые заключают определенные подряды по конкурсам. По 44-му закону на выполнение определенных работ. Эти подряды, эти работы, эти контракты предусматривают определенное техническое задание. В них что-то прописано, что нужно сделать. В них побеждает тот, кто предложил что? Наименьшую цену. В них, собственно говоря, в эти бюджеты они должны вписаться, чтобы как-то что-то сделать. При этом эти бюджеты у нас устанавливаются исходя из чего? Исходя из того, что денег в бюджетах мало. То есть у нас с каждым годом все меньше, 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 меньше. Нет. Это я говорю о уже технологии того, в каких рамках мы живем. Смотри, какая история. Нашли же 15 лишних миллионов на вывоз снега. Ну, их просто... Не планировали, а нашли. Просто снег выпал и помог их найти, скажем так. То есть его вон сколько... Май скоро месяц. Есть ощущение, что летом где-то их потеряют, эти 15 миллионов? Ну, что, в 8 или 9 миллиардный бюджет у нас в городе 15 миллионов, в общем-то, можно найти. В любом случае можно найти. То есть вот в этом объеме эти деньги найти можно. Но, заметьте, у нас кто отвечает за мусор вообще? Вот кто отвечает за то, что у нас грязно? Кто? Симаков Вячеслав Николаевич. То есть мы не можем назвать... Единственный, кто вообще отвечает в городе на что-нибудь. Чем он отвечает? Уволить его можно. Ну, вот дойдем до критической точки, его уволят. Дальше что-то лучше будет. Ничего не изменится. То есть на самом деле, ну, вот эта тема, она меня немножко, как бы сказать, на одной стороне напрягает, а с другой стороны, я вообще был разочарован, не помню, лет 7-8 назад. Закон хотели принять в чистоте. Как в Нижнем Новгороде. Да. Мы с вами, по-моему, обсуждали уже даже как-то, да. Просто... В Урбане что-то мы говорили, да. Если мы про это говорим, ну, мы привыкли жить по каким-то правам. А закон принимает городская дума, ты имеешь? Нет, там, по-моему, вообще... Зак собрания? Зак собрания. То есть они хотели принять закон о чистоте, который бы действовал на территории всей Кировской области, и который бы устанавливал определенные правила. Причем правила для тех, кто на определенной территории проживает. Для нас. Для нас с тобой. Да. И для нас, и для тех, у кого там есть офисы на какой-то улице, и для предприятий, которые, ну, там, имеют ограждения свои, там, да, там, ну и так далее. То есть он должен быть для всех. Он должен... Этот закон был о чистоте. Вот. И я помню, когда его принимали, его ведь не приняли по одной простой причине. Типа, ответственность-то какую мы пропишем? За что мы будем наказывать-то? И когда не смогли про это договориться, закон ушел в сторону, его до сих пор не приняли. То есть, грубо говоря, взяли за некий вектор то, что, блин, никто ведь не будет делать и наказывать не будут. Давайте мы тогда потянемся вот к этому минусу. Мы не потянулись за тем, чтобы там поощрять, там, ну, как-то отмечать тех, кто этим занимается. Кто следит за своим фасадом, кто убирает территорию вокруг там своей. Я вот замечаю, очень многие, даже управляющие компании, на сегодняшний день занимаются тем, чтобы, ну, как-то прибрать ту территорию, на которой живем. Ну, то есть, вот, например, бизнес там или владелец офиса, магазина. Ты делаешь это, а мы тебе за это вот это там. Такие-то преференции, такие-то льготы. Ну, просто сказать хотя бы о том, что он молодец, что он порядочный и чистоплотный. Это правильно. Если мы начнем тянуться в эту сторону, у нас автоматически мусора нет. У нас ведь откуда мусор-то? У нас мусор, ну, по большому счету, я считаю... Возвращаемся к твоему вопросу. Ну, песок откуда у нас в таком количестве? Мы посыпаем, да? И стройки. Песчаной, нет, песчаной соляной смесью посыпаем. И отстроим. Когда мы строим там во всю эту распутицу, камазы вывозят, камазы вывозят тонны грязи на своих колесах. Ну, еще знаешь, что я вижу сейчас, наблюдаю, это очень хорошо заметно, особенно автомобилистам. Вот эти грязные, непонятные тротуары со смесью газона. То есть у нас уже невозможно разделить газон и тротуар. Там просто куча грязи лежит, которая переваливается еще через бордюр. Ну, то есть у нас нет такой культуры газонов, культуры тротуаров и культуры проезжей части. И у нас нет культуры стройки, потому что пока безнаказанно разрывают котлованы и вывозят тонны мусора, проводят по всему городу, у нас чисто никогда не будет. Вот мы в этом направлении не будем думать. Кто? Кто должен об этом думать, Миш? Мы каждый год об этом говорим. Ну, это элементарные наши правила. Ну, давайте, хорошо, я перейдем... Можно принять закон о чистоте, сменить администрацию. Гордуму так выбрать, чтобы она работала. Значит, Васильев должен не вылазить из дворов и дорог и еще чего-нибудь. Ну, бесполезно это все. У нас есть одна вещь, простая очень. Называется она право, да? То есть система есть право, суды есть. То есть есть некая там состязательность в этих судах, да? То есть там есть прокуратура, есть там юристы-защитники, есть там администрация со своими юристами, которая... Ну, вот простой пример, да? Вот стройка. Вот договорились выше там семьи этой жизни строить. И все равно появляется дом больше. Все ведь по праву, все по закону, разрешение выданное, что по закону. То есть у нас пока права и правила и законы не будут выполняться и не будут строго соблюдаться, мы с вами можем говорить вот сколько угодно. Но это все, что ты говоришь, это говорит только об одном. О чем говорят очень многие? Что вся система прогнила сверху дунис. Она прогнила просто потому, что мы 25 лет, со времен распада Советского Союза, мы изменили свою жизнь с некой общественной жизнью в индивидуальную жизнь. То есть некой командной в индивидуальную. И мы, по большому счету, стало почетным быть богатым. Ну, как-то зарабатывать там, да? То есть, но, к сожалению, вот последние кризисы, которые ударяют, не к сожалению, наверное, а может к счастью, они вот этот вот виток-то немножко очищают. Вот сейчас даже посмотреть по поездке дня, который и на федеральном уровне, и на местном уровне. Вот тема мусора, она практически в каждом издании, каждый день. Тема дорог каждый раз поднимается. Тема местных инициатив. Тема комфортной городской среды. Потому что надоело говорить о нечто абстрактном и, возможно, даже о деньгах. То есть в большей степени хочется просто комфортно жить. Таких людей, которые просто комфортно хотят жить, никуда не уезжать здесь, воспитывать своих детей и жить дальше, ну, может, они повзрослели, может, они как-то появились, но они есть на самом деле. И с учетом того, что лифтов-то нет социальных, куда бы им свою энергию и активность направить, они будут направлять ее сюда. И здесь вот эта вот общественная деятельность будет становиться все более и более заметной. Соответственно, на нее нужно будет как-то реагировать. Будут правила, не будут правила, соблюдаться законы будут или не будут. Ну, наверное, все равно эта плотина будет как-то рушиться, и будет это пробиваться и становиться немножко лучше. Я, по крайней мере, оптимистично на это надеюсь. А с точки зрения действительно там, вот то, что мы разговариваем, то, что обсуждаем это, это, наверное, неплохо. Но, честно говоря, присутствует определенная безнадежность в том плане, сколько бы мы ни проговорили. То есть, ну, руководители не считают себя избранниками народа. Избранниками народа. Посмотрите, как бы те политические действия, которые происходят, выборы. Ну, это шоу. Фильмы сняли специально, да? Шоу классическое. Должны быть деньги, должен быть праздник. Ну, и даже культура выборов, ну, по большому счету, строится из того, что нужно голосовать за того кандидата, не который там умнее, у него программа лучше, да? А который конкретно какую-то пользу принес для тебя, для твоей территории. Вот как строится. И с этой культурой мы далекуда не уедем. Все равно будут выигрывать, побеждать, там, формировать свою повестку те, у которого есть, у кого есть бизнес-интересы. И пока вот это будет продолжаться, мы с вами, ну, будем, да, вот, мы с вами будем как-то бороться, там, говорить в эфирах, писать в телеграм-каналах. Ну, ничего не изменим. Нет, ну, на своей территории мы можем изменить, в своем дворе можем изменить. И, слава богу, появляются те инструменты, которые, ну, мы, может, немножко более там продвинутые, да, понимаем, когда надо в администрацию сходить, кому там надо сходить, что там нужно делать. Но таких людей, если больше будет, если они смогут это делать, и если мы с вами продвинем те программы, которые действительно будут приятны, полезны, понятны и политически еще востребованы, ну, все равно жизнь-то будет на территории лучше. Вот я так оптимистично, вот как-то витиевато, но тем не менее скажу про мусор. Стройте свою жизнь сами, да, будьте счастливы на отдельно взятой территории. Вот это вот желание, это почувствовала власть. И она сейчас это начинает эксплуатировать. Они, ну, на себя надевать примеряете? Ну, типа, а вы-то что сделали для того, чтобы жили лучше-то? Вы выйдете на субботнику? Это вопрос власти, да? Да, это власть сейчас точно. А, это власть задает вопрос обществу. Это власть задает вопрос обществу. Вот я на субботнике с метлой, а ты где, да? Да. Со своими жалобами. Да. То есть я... Ничто жаловаться, что дворников в Кирове нет. Вот я с метлой стою сейчас, с 15-го числа, а субботники же начнутся, да? А ты без метлы. Ну, вот такой разговор будет, да? Так, он все больше и больше увеличивает. Посмотри, сколько, ну, по этому же проекту поддержки местных инициатив. Ведь сказать о том, что это вот, ну, нам так хорошо живется, мы вот хотели бы чего-то такого вот, ну, не сделанного сделать, да? Вот такого вот совершенно там воздушный этот самый шар надуть. Люди не хотят каких-то, да, сумасшедших... Они хотят решить свои проблемы. Да, мы знаем, что они решают. Золотать дорогу, водокачку поставить, да, детскую площадку сделать. 95% вот таких проектов. Да, конечно. И, опять же, вы сделаете себе. То есть и это сейчас тренд, он, конечно, увеличивается, и он будет увеличиваться. Он будет увеличиваться, ну, по разным причинам, в том числе и с тем, что запрос-то есть такой. Общество есть. То есть мы уже готовы там сами делать. Вопрос только в том, мы это хотим или мы просто смирились, что мы сами должны это делать? Или это правильно? Я думаю, ну, а это без разницы. То есть ты имеешь в виду, довели нас до этого или там это самое? Ну, мы очень терпеливо. А вот эти проекты, скажи мне вот одним словом буквально, потому что сейчас у нас будет перерыв. Эти проекты, такие как проекты поддержки местных инициатив, другие общественные проекты, там благоустройство парков, скверов, прочее. Они воспитывают нас, хозяев? Или они показывают, что рассчитывать на государство уже не приходится? Очень хороший вопрос. И люди берут на себя эти функции? Очень хороший вопрос, потому что на самом деле они воспитывают хозяев. Они заставляют людей задуматься о том, как это все появляется. Они элементарно начинают понимать механизмы налогообложения. Ты тут рубль-то платишь конкретно на какой-то инфраструктурный проект. И соотношение того, что ты заплатил и появилось, и ты заплатил немножко в складчину, и у тебя появилась дорога, и ты начинаешь понимать, сколько она стоит, это действительно воспитывает на самом деле, в общем-то, как у нас гражданин по-польски, сосед, да? Не знаю. Это воспитывает соседей, это воспитывает вот такой совместный образ жизни. Без него никак. Он хочешь, не хочешь, у нас многоквартирные дома нам в частную собственность отдали. Хочешь, не хочешь, ты сейчас должен научиться совместно проживать в этом доме с этим общим имуществом, не как раньше в деревне, в общине, но тебя в это толкают. Единственная, наверное, претензия у меня на сегодняшний день к власти, это в том, что вот есть непрозрачный налогоплательщик, который отдает в непонятную кубышку на федеральный уровень, и там куда-то это все расходится, да? И поэтому он себя не чувствует налогоплательщиками, хозяином этой дороги, с одной стороны. А с другой стороны, то, что их не учат и не сопровождают. Как проводить собрания в многоквартирных домах? Причем я не говорю, что никто не учит, есть много, но это в основном, опять же, некоммерческие организации, неравнодушные люди, которые получают гранты, которые свое время убивают за эти копейки, чтобы людям объяснить, как это делать правильно. Сейчас мы идем на короткую рекламу. Гражданин по-польски обыватель. А гражданка – обывателка. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. «Особое мнение» на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». «Дневной разворот» я уже отвела. Это «Особое мнение». Мы сейчас просто с Михаилом Шевелевым, чье особое мнение слушаем, заговорили про «Вяткобанк». И как только про него заговорили, тут же, буквально только что, коллеги своего кировского выложили твое же интервью. Что ждет «Вяткобанк» в случае его покупки Сбербанком? Но этот вопрос волнует всех на самом деле, потому что это такой региональный банк, наше все, наравне с Хлыновым банком, но «Вяткобанк». И вот сейчас вот эта история о том, что Гусельников, владелец «Вяткобанка», Григорий Гусельников, собирается купить украинскую дочку Сбербанка. И в СМИ появились сообщения, в самых крупных, самых уважаемых федеральных СМИ, что в рамках сделки он Сбербанку в связи с этим передаст свои активы, в том числе 98% акций «Вяткобанка». А до этого еще Григорий Гусельников писал у себя в соцсетях, что он хочет все свои российские активы закрыть, сбыть и прочее. Это он сам писал. Так и что получается? Вот дыма без огня, конечно же, не бывает. И понятное дело, что что-то произойдет. И что произойдет? Я еще не читала твои комментарии, поэтому расскажи, пожалуйста. Ну, на самом деле, тут есть два аспекта. Во-первых, я являюсь, скажем так, клиентом «Вяткобанка». Я не собираюсь никуда переходить. То есть, на самом деле, «Вяткобанк» вообще в моей жизни, с моей деятельностью связано. Ну, достаточно такой знаковый финансовый институт, потому что я и начинал свою карьеру, работал в дочерней компании «Вяткобанка». «Вяткобанк» она называлась. И вообще, в целом, на моих глазах прошло несколько кризисов, связанных с первым кризисом 1998 года, когда у «Вяткобанка» была сложнейшая финансовая ситуация. Он стал губернским банком. То есть, там доля появилась у областного правительства. Потом он пережил, насколько я понимаю, приобретение группы «Бинкбанка», потом передача продажа в «Пау Норвег». То есть, все эти элементы, они так или иначе... Самое опасное, я считаю, что это просто смена управления. Я не думаю, что сеть «Вяткобанк» уйдет с рынка, будет закрыта в угоду монопольного какого-нибудь, в том числе «Сбербанка». Это неинтересно. То есть, деньги любят тишину, на самом деле. И, на мой взгляд, для «Сбербанка» сейчас задача, по большому счету, этот актив оставить живым и работающим, и успешно функционирующим дальше. Ну, по моим сценариям, по моим ожиданиям, то есть «Вяткобанк» может быть продан какой-либо там большой крупной группе банковской, которая не представлена в Кировской области. Например? Ну, это может быть «Альфа-банк», это может быть «Банк открытия», который представлен, но не так широко, и которому могла бы быть интересен целый регион, на самом деле, с развитой сетью. Я думаю, что и для «Сбербанка» в данном случае будет достаточно понятно, потому что любое соотношение сил на любом рынке, если там изменяются позиции, оно через вас для всех участников. Если кто-то быстро растет или быстро снижается, то есть это меняя достаточно серьезно весь климат и ставит под угрозу даже того, кто растет быстро. Потому что есть определенные законы, в которых существует рынок. Поэтому, я думаю, продажа одной из крупных федеральных банковских групп это было бы решением, в общем-то, для всех. Для сотрудников «Альфа-банка», как ребята спрашивали со своего Кировского, я бы не считал, что для профессионалов и для среднего звена будут какие-то угрозы, потому что не так много профессионалов в банковской сфере у нас на территории Кировской области. То есть они себе работу найдут? Я думаю, что они не то, что найдут, они будут востребованы, просто даже в этой же структуре будут востребованы. И я, честно говоря, не стал бы паниковать. Ну и кроме того, я бы призвал всех коллег-журналистов достаточно аккуратно поднимать эту тему, просто потому что «Альфа-банк» достаточно серьезно системообразующий финансовый институт на территории Кировской области. Мы не настолько мощные, мы не похожи на наших татарских соседей, с тем, чтобы рисковать нашими финансовыми институтами. «Альфа-банк» традиционно считается местным институтом, ему доверяют местный бизнес. То есть большие очень связи, длительные отношения у местного бизнеса с «Альфа-банком». Подожди, давай вот так. Хорошо, призвал коллег, они, может быть, прислушаются. Но ты сказал, что для сотрудников, по большому счету, эта ситуация не такая горячая, потому что при реструктуризации, при перепродаже и прочее, они работу себе найдут. Что ты хочешь сказать? При продаже «Альфа-банка» какого-то крупной компании, например, «Альфа-системе» или «Открытию», например, я не знаю. Ты считаешь, что они сохранят эти офисы в Кировской области? Есть смысл их сохранить и развивать свою деятельность здесь? Ну ты, Светлана, то есть... Одно дело, это местный банк, который говорит, мы местные, мы региональные, вот мы, значит, тут. А другое дело, какой-то крупняк зайдет, наряду со Сбербанком, уже здесь прекрасно существующим. Давайте включим просто статистику. И что? Вопросы следующие. Будет ли сокращение офисов? Как это скажется на вкладах населения? Да, потому что с сотрудниками я более-менее согласна. Там все люди найдут себе, скорее всего, работу. И дело в том, что да, никто не отменял поговорку «новая метла по новому метету». То есть это никто не отменял никогда. И это не значит, что увольнение какого-то сотрудника может быть очень хорошо востребован в другом банке в нашей же области. С точки зрения вкладчиков, тут вопрос просто системы. Берем баланс, смотрим, сколько активов, сколько кредитов выдано, какой кредитный портфель, сколько просроченной задолженности, сколько центробанк худо ли, бедно ли функции регулятора выполняет. То есть с точки зрения страхования вкладов, с точки зрения всех элементов, связанных с контролем за ликвидностью банков. Объясни мне тогда, пожалуйста, почему, ладно, бог с ним Сбербанком, но даже центробанк комментировать ситуацию не стал. Так все правильно. Деньги любят тишину. Зачем это комментировать? Как зачем? Люди волнуются, у них вклады. Хорошо. А тут такая история. Какие теоретические рекомендации мог бы дать центробанк? Откуда я знаю? Не знаю. Возьмите вклад, да? Ну как так не бывает? Ну это неправильно, это нехорошо, и это на самом деле тут комментировать-то в принципе на сегодняшний день нечего. Собственник сменился, но система, структура, она работает. Банк это, ну скажем так, с таким количеством сотрудников, с таким количеством офисов, с таким количеством вкладчиков, клиентов, ну и всем вот, и традициями. Ну, какие рекомендации можно по отношению к нему давать? Я бы считал, что давайте подсидим, посмотрим. Слава богу, Сбербанк, ну в данном случае, с точки зрения владения, ну достаточно интересный игрок. Это не какое-то там непонятное физическое лицо, там какой-то номинальный держатель, да? То есть это реальная система, образующая Банк Российской Федерации. Я думаю, что он им распорядится достаточно аккуратно, этим активом. Да, но ты вот, кстати говоря, в своем комментарии на портале с порталу кировпортал.ру, да, своему кировскому, ты сказал, что сделка невыгодна на региональном уровне ни Сбербанку, ни Веткобанку. Ну, мы ведь решали вопрос невыгодности для Кировской области. Это игра гораздо, ну, более высокого полета. То есть сделка, я думаю, что никто там не лукавит, себя не обманывает, она носит очень серьезную политическую окраску. И здесь вопрос, ну, скажем так, экономики, он достаточно вторичен. Но если брать систему Веткобанк или там структуру, как, или там машинку для зарабатывания денег, то это достаточно достойная машинка, которая выстроена, работает, которая очень много раз себя оправдала. Еще одно наблюдение, кстати, Веткобанк из каждого кризиса выходил, ну, более такой сильный, то есть более подготовленный и более, ну, что ли, такой профессиональный. Вот, по крайней мере, по моим ощущениям так было. Будем надеяться, что из этого кризиса тоже Веткобанк выйдет еще более, там, скажем, крупный, сильный. Причем я ведь не могу залезть в голову руководителям Сбербанка. То есть они в данном случае имеют свои виды, и когда они принимали решение о делке, все равно какие-то перспективы там дальше просматривали. Когда мы поймем, что происходит в итоге, что изменилось, вот подключить, что значит телеграм-телефон, не умолкает. Значит, когда поймем, в каких сроках речь идет? Месяц, два, полгода? Такие сделки, как показывает практика, они могут очень быстро быть, как бы, скажем, согласованы и публично высказаны. Но технологические точки зрения работы юристов, работы персонала, передачи дел, скажем, да, то есть это могут занять, я думаю, что даже год, может, год-полтора. Год-полтора. И последнее маленькое такое, вот часто эмоциональное такое, да, ощущение, вывалившееся в вопрос, то, что здесь звучит Сбербанк, как покупатели, да, Веткобанка. Нет ли людей успокаивает? Что вроде как раз Сбербанк будет владелец, то все в порядке? Ну, это является неким элементом, потому что Сбербанк, он формировал ведь за все время, но определенное доверие в голове, то есть особенно у, я думаю, Он уже как кирпичик в голове у советского человека. Да, у тех, кто откладывает деньги, у тех, кто хранит их на депозите. Я думаю, Сбербанк это, ну, та структура, которой они доверяют. Поэтому народ не особо волнуется. Да, это хорошо. Понятно. Это была программа «Особое мнение», она подошла к концу, свое «Особое мнение» сегодня высказывал руководитель Кировского регионального отделения партии «Гражданская платформа» Михаил Шевелев. У микрофона была Светлана Занько. Миша, спасибо. Всем до свидания. Спасибо, Светлана. До свидания. «Особое мнение» на 101-ФМ. «Особое мнение» на 101-ФМ.